Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Читает Екатерина Маловичка. Глава десятая. Тридцать седьмая параллель. Через неделю после того, как Дункан обогнул мыс Пилар, он на всех парах вошел в бухту Талькагуано, великолепные устье реки длиной в 12 и шириной в 9 миль. Погода была дивная. В этом краю с ноября по март на небе не видно ни одной тучки, и вдоль берегов, защищенных кордильерами, неизменно дует южный ветер. Согласно приказанию Эдуарда Гленнервана, Джон Манглс вел яхту в непосредственной близости от берегов архипелага Челлоя и других бесчисленных осколков этой части американского материка. Здесь какой-нибудь обломок, сломанная жердь, кусок дерева, обработанный человеческой рукой, могли навести Дункан на след крушения Британии, но ничего не было видно. Яхта продолжала свой путь и, наконец, через 42 дня после того, как покинула туманные воды Клайдского залива, бросила якорь в порту Талькагуано. Точи же Гленнерван велел спустить на воду шлюпку, сел в нее вместе с Паганелем, и вскоре они высадились на берег у бревенчатого мола. Ученый-географ хотел было применить на практике свой испанский язык, над изучением которого он так добросовестно потрудился, но, к его крайнему удивлению, туземцы его не понимали. «Очевидно, у меня плохое произношение», — сказал он. «Отправимся в таможню», — сказал Гленнерван. В таможне с помощью нескольких английских слов и выразительных жестов ему дали понять, что английский консул живет в Концепсионе, городе, находящемся на расстоянии часа езды. Гленнерван легко нашел двух хороших верховых лошадей, и вскоре они с Паганелем уже въезжали в этот большой город, возникший благодаря предприимчивости Валдивия, спутника братьев Писарро. Но в какой упадок пришел некогда великолепный город, подвергшийся пожару в 1819 году, со стенами еще черными от огня, опустошенный, разоренный, город этот насчитывал теперь едва 8 тысяч жителей. Его давно затмил соседний город, Талькагуано. Жители Концепсиона были до того ленивы, что улицы его зарастали травой, обращаясь в луга. Никакой торговли, никакой деятельности, никаких дел. С каждого балкона несли звуки мандолины, а из-за решетчатых ставен слышалось томное пение. Концепсион, бывший когда-то города мужчин, стал деревней женщин и детей. Гленнерван не выказал большого желания углубляться в причины такого упадка, хотя Паганелли порывался затронуть этот вопрос. Не теряя ни минуты, Гленнерван отправился к господину консулу ее британского величества Ж. Р. Бентеку. Эта важная особа приняла его очень учтиво, и узнав историю капитана Гранта, взялась навести справки по всему побережью. Консул Бентек ничего не знал относительно того, было ли выброшено у 37-й параллели на Чилийском или Арауканском побережье трехмачтовое судно Британия. Никаких подобных сведений не поступило ни к нему, ни к его товарищам, консулам других стран. Гленнерван это, однако, не обескуражило. Он вернулся в Талькагуану и, не жалея ни хлопот, ни денег, разослал по всему побережью людей на разведку. Тщетно. Самые подробные опросы прибрежного населения ничего не дали. Из этого следовало, что после крушения Британии от нее не осталось никаких следов. Гленнерван уведомил своих друзей о безрезультатности предпринятых им розысков. Мэри Грант и ее брат не смогли скрыть своего горя. Прошло уже шесть дней со времени прибытия Дункана в Талькагуану. Его пассажиры собрались на юте. Элен старалась утешить, конечно, не словами, что могла она сказать, а ласками детей капитана. Жак Паганель снова взялся за документ. Он с глубочайшим вниманием рассматривал его, словно стремясь вырвать у него новые тайны. Уже целый час географ разглядывал документ, когда Гленнерван вдруг обратился к нему. «Паганель, я полагаюсь на вашу проницательность. Не ошибочно ли наше толкование этого документа? Логично ли дополненные нами слова?» Паганель ничего не ответил. Он размышлял. «Быть может, неверны наши предположения относительно места катастрофы», продолжал Гленнерван. «Разве слово «патагония» не бросается в глаза даже самому непроницательному человеку?» Паганель продолжал молчать. «Наконец, слово «индеец» не говорит ли за то, что мы правы?» прибавил Гленнерван. «Несомненно», — отозвался Макнапс. «А тогда разве не очевидно, что потерпевшим крушение в ту минуту, когда они писали эти строки, грозила опасность попасть в плен к индейцам?» «Вот я остановлю вас, дорогой Гленнерван», заговорил, наконец, Паганель. «Если ваши первые выводы и верны, то последний, во всяком случае мне, не кажется правильным». «Что вы хотите этим сказать?» спросила Элен. Глаза всех присутствующих устремились на географа. «Я хочу сказать, что капитан Грант в настоящее время в плену у индейцев», ответил Паганель, делая ударение на конце фразы. «И добавлю, что документ не оставляет никаких сомнений на этот счет». «Пожалуйста, разъясните это, господин Паганель», попросила мисс Грант. «Нет ничего легче, дорогая Мэри. Вместо того, чтобы читать «станут пленниками», нужно читать «стали пленниками», и тогда все становится ясно». «Но это невозможно», воскликнул Гленнерван. «Невозможно? А почему, мой уважаемый друг?» спросил, улыбаясь Паганель. «Да потому, что бутылка могла быть брошена только в тот момент, когда судно разбивалось о скалы. Отсюда и вывод, что градусы широты и долготы, означенные в документе, указывают на место крушения». «Ничто этого не доказывает», – с живостью возразил Паганель. «Если, допустим, что индейцы увели потерпевших крушение вглубь материка, я не вижу, почему эти несчастные не могли бы с помощью той же бутылки дать знать, где именно находятся они в плену». «По одной простой причине, дорогой Паганель, для того, чтобы бросить в море бутылку, надо во всяком случае быть у моря». «Да, но за отсутствие моря можно быть и у рек, впадающих в это море». Удивленное молчание встретило этот ответ, неожиданный, но не заключавший в себе ничего невероятного. По заблестевшим глазам своих слушателей, Паганель мог понять, что в сердце каждого из них снова затеплилась надежда. Первой прервала молчание Лен. «Какая мысль?» – воскликнула она. «И какая хорошая мысль?» – наивно добавил географ. «Что же, по вашему мнению, надо предпринять?» – спросил Гленнерван. «Я считаю, что надо найти то место на американском материке, где проходит 37-я параллель, и затем следовать вдоль нее, не уклоняясь даже на полградуса, до того пункта, где эта параллель уходит в Атлантический океан. Двигаясь по этому маршруту, нам, быть может, и удастся найти потерпевших крушения на Британии». «Мало шансов», – заметил майор. «Как не мало шансов, нам все же нельзя не считаться с ними», – возразил Паганель. «Если предположение мое верно, и бутылка была действительно принесена в океан водами одной из рек этого материка, мы не можем не напасть на следы пленников. Смотрите, друзья мои, смотрите на карту этой страны, я докажу вам с полной очевидностью правильность моего утверждения». Говоря это, Паганель разложил на столе карту Чили и аргентинских провинций. «Смотрите же», – повторил он, «следуйте за мной в этой прогулке по американскому материку. Переберемся через узкую полосу Чили, перевалим через Кордильеры, спустимся к Пампасам. Разве в этой местности мало рек, речек, горных потоков? Нет. Вот Рио-Негро, вот Колорадо, вот их притоки. Все они пересечены 37-й параллелью, и все они свободно могли унести в море бутылку с документом. Быть может, там, среди какого-нибудь оседлого племени индейцев, на берегу одной из этих малоизвестных рек, в каком-нибудь ущелье Сьерра, те, кого мы имеем право назвать нашими друзьями, ждут, томясь в плену чудесного избавления. Можем ли мы обмануть их надежды? Разве не все вы согласны, что нам надо неуклонно придерживаться вот этой линии, которую сейчас проводят по карте «Мой палец»? А если, вопреки моим предположениям, я и на этот раз ошибаюсь, разве не наш долг двигаться дальше по 37-й параллели, и если это понадобится для разыскания потерпевших крушения, то и совершить по этой параллели кругосветное путешествие? Эти великодушные слова, произнесенные Паганелем с таким воодушевлением, произвели глубокое впечатление на слушателей. Все встали и начали пожимать ему руку. «Да, отец мой там!» крикнул Роберт, пожирая глазами карту. «И мы найдем его там, мой мальчик», заявил Гленнерван. «Действительно, ничего не может быть логичнее толкования документа, сделанного нашим другом Паганелем, и надо без всяких колебаний идти по указанному им пути. Или капитан Грант попал в плен к многочисленному племени, или к племени малочисленному, слабому. В последнем случае мы сами его освободим. В первом же случае, разузнав о положении капитана, мы возвращаемся на восточное побережье, садимся на Дункан и достигаем Буэнос-Айреса. Здесь майор Макнапс организует такой отряд, который справится со всеми индейцами аргентинских провинций». «Правильно, правильно, сэр!» воскликнул Джон Манглс. «А я еще добавлю, что этот переход через материк безопасен». «Безопасен и неутомителен», – подтвердил Паганель. «Сколько людей совершили этот переход, не располагая нашими возможностями и не имея перед собой, как мы, великой цели, их воодушевляющей?» «Разве некий Базилио Велармо не прошел в 1782 году от Кармина до Кордильер? А чилиц, судья из провинции Концепсион, Дон Луис де Ла Круз, выйдя в 1806 году из Антуку и перевалив через Кордильеры, не добрался ли после 40 дней до Буэнос-Айреса, следуя по 37-й параллели? Наконец, полковник Гарсье, Алсид Дорбиньи и мой почтенный коллега доктор Мартин де Мусси, «Разве они не изъездили этот край во всех направлениях, совершив во имя науки то, что мы собираемся совершить во имя человеколюбия?» «Господин Паганель, господин Паганель!» — воскликнула Мэри Грант, дрожащим от волнения голосом. «Как отблагодарить вас за самоотверженность, которая подвергнет вас стольким опасностям?» «Опасностям?» — воскликнул Паганель. «Кто произнес здесь слово «опасность»?» «Не я!» — отозвался Роберт. Глаза мальчугана сверкали, и взгляд их был полон решимости. «Опасности!» — продолжал Паганель. «Существуют ли вообще опасности?» «К тому же, о чем тут идет речь?» «О путешествии всего в каких-нибудь 1400 километров, ведь мы будем двигаться по прямой линии. О путешествии, которые будут совершаться под широтами, соответствующими широтам Испании, Сицилии, Греции и в Северном полушарии. Следовательно, приблизительно в тех же самых климатических условиях. А путешествие, наконец, которое продлится максимум месяц. Да это прогулка!» «Господин Паганель», — обратилась к нему Элен, «Значит, вы думаете, что если потерпевшие крушение попали в руки индейцев, то те пощадили их жизнь?» «Конечно, я это думаю, сударыня. Ведь эти индейцы вовсе не людоеды. Один мой соотечественник, знакомый мне по географическому обществу, Генар, провел три года в пампасах в плену у индейцев. Правда, он перенес там немало страданий, с ним очень плохо обращались, но в конце концов он вышел победителем из этого испытания. В этих краях европейцы считают полезным, индейцы знают ему цену и заботятся о нем, как о самом ценном животном». «В таком случае не может быть колебаний», — заявил Гленарван. «Нужно отправляться в путь и отправляться без промедлений. По какой дороге нам следует направиться?» «По дороге нетрудной и приятной», — ответил Паганель. «Вначале, но недолго, она идет по горам. Потом по отлогому восточному склону Кордильер, а дальше гладкая равнина с газоном и песочком. Настоящий сад. «Посмотрим по карте», — предложил майор. «Вот она, дорогой Макнапс. Отыщем на чилийском побережье между мысом Румена и бухтой Корнейра тот пункт, где 37-я параллель вступает на американский материк, и отсюда двинемся в путь. Миновав столицу Араукании, мы горным проходом Антуку перевалим через Кордильеры, причем вулкан останется в стороне, на юге. Затем мы начнем спускаться по пологим склонам гор, переберемся через Колорадо и двинемся через пампасы к озеру Салинас, к реке Гуамини, к Сьерратапальквям. В этом месте проходит граница провинции Буэнос-Айрес. Перейдя ее, мы поднимемся на Сьерратандиль и продолжим наши поиски до мыса Медану, на побережье Атлантического океана. Набрасывая маршрут предстоящей экспедиции, Паганель даже не потрудился взглянуть на лежавшую перед его глазами карту. Он не нуждался в ней. Его богатейшая память, опиравшаяся на труды Фризье, Малина, Гумбольта, Мьера, Дорбеньи, не могла ни обмануться, ни быть поставленной в тупик. Покончив с этой географической номенклатурой, Паганель прибавил. Итак, друзья мои, путь наш прямой. В месяц мы его закончим и будем на восточном побережье даже раньше Дункана, в том случае, если его задержит в пути западный ветер. «Стало быть, Дункану придется крейсировать между мысами Куриентес и Святого Антония?» – спросил Джон Манглс. «Именно так. А какой наметили бы вы персонал для нашей экспедиции?» – спросил Гленнерван. «Очень немногочисленный. Ведь вопрос только в том, чтобы разузнать о положении капитана Гранта. Мы же не собираемся сразу вступать в бой с индейцами. Мне кажется, что Гленнерван – наш естественный руководитель. Майор, который, конечно, никому не согласился бы уступить своего места. Ваш покорный слуга – Жак Паганель. «И я!» – крикнул юный Грант. «Роберт! Роберт!» – остановила его сестра. «А почему бы и нет?» – отозвался Паганель. «Путешествия полезны молодежи, они закаляют и многому научают. Итак, мы четверо и трое матросов с Дункана». «Как?» – спросил Джон Маглс Гленнервана. «Вы не желаете, чтобы я принял участие в этой экспедиции?» «Дорогой Джон, мы ведь оставляем на борту парохода наших пассажирок, то есть самое драгоценное для нас на свете. Кто лучше может о них позаботиться, чем преданный капитан Дункана?» «Так значит, мы не сможем сопровождать вас», – сказала Элен. Взор ее затуманился грустью. «Дорогая Элен», – ответил Гленнерван, – «путешествие наше совершится в условиях исключительной быстроты. Наша разлука не будет долгой и…» «Да, друг мой, я понимаю вас», – промолвила Элен. «Поезжайте, горячо желаю вам успеха». «К тому же это даже не путешествие», – заявил Паганель. «Что же это такое?» – спросила Элен. «Да просто поездка. Мы проедемся, как честные люди проходят свой путь на земле, стараясь сделать побольше добра». Этими словами Паганеля закончились прения по данному вопросу, если слово «прения» может быть применимо к обсуждению, где все участники держатся одного мнения. В этот же день начались приготовления к экспедиции. Решено было держать их в строжайшей тайне, чтобы не привлечь внимание индейцев. Отъезд назначили на 14 октября. Когда речь зашла о том, кто из матросов отправится с экспедиции, все они предложили свои услуги. Гленнерван, попав в затруднительное положение и не желая обидеть никого из этих славных малых, решил бросить жребий. Так и было сделано. Желанный жребий выпал помощнику капитана Тому Остину, крепышу Вильсону и Мюль Рэдди, который, пожалуй, мог бы состязаться в боксе с самим Томом Сайерсом. Занаменитый лондонский боксер. Гленнерван проявил исключительную энергию в этих приготовлениях. Он хотел во что бы то ни стало быть готовым к назначенному дню и добился этого. Не менее энергичный, чем Гленнерван действовал Джон Манглс. Он спешил запастись углем, чтобы немедленно выйти снова в море. Джону хотелось прибыть на аргентинское побережье раньше сухопутных путешественников. Благодаря этому между Гленнерваном и молодым капитаном возникло настоящее соревнование. И оно, конечно, послужило на пользу делу. 14 октября в назначенный час все были готовы. В момент отплытия пассажиры яхты собрались в кают-компании. Дункан уже снимался с якоря, и лопасти его винта будоражили прозрачные воды бухты Талькагуано. Гленнерван, Паганель, Макнапс, Роберт Грант, Том Остин, Вильсон и Эмиль Рэдди, вооруженные карабинами и револьверами Кольта, готовились покинуть яхту. Проводники и мулы ждали их у конца бревенчатого мола. «Пора», — вымолвил наконец Гленнерван. «Ну, отправляйтесь, друг мой», — стараясь сдержать свое волнение, ответила Элен. Гленнерван прижал ее к груди. Роберт бросился на шею сестре. «А теперь, дорогие друзья», — воскликнул Паганель, «давайте на прощание пожмем друг другу руки, да так крепко, чтобы это рукопожатие чувствовалось до самой нашей встречи, на берегах Атлантического океана». Паганель хотел уж слишком многого, однако, прощаясь, некоторые обнимались так горячо, что пожелание почтенного ученого могло, пожалуй, и осуществиться. Все снова поднялись на палубу, и семеро членов экспедиции покинули Дункан. Вскоре они высадились у набережной. Маневрировавшая в это время яхта подошла к ней ближе, чем на пол Кабельтова. «Счастливого пути и успеха, друзья мои!» — крикнула в последний раз Элен Сьюта. «Вперед!» — скомандовал Джон Манглс машинисту. «В путь!» — как бы перекликаясь с капитаном, крикнул Гленнерван. И в тот момент, когда наши всадники понеслись по прибрежной дороге, Дункан на всех парах направился к открытому морю. Глава одиннадцатая. Переход через Чили. Гленнерван включил в состав своей экспедиции четырех проводников туземцев — трех мужчин и одного мальчика. Во главе их стоял англичанин, проживший в этой стране более двадцати лет. Занимался он тем, что отдавал мулов в наем путешественникам и служил для последних проводником через перевалы Кордильер. Перевалив через горы, он обыкновенно передавал своих путешественников Бокеано — аргентинскому проводнику, хорошо знакомому с дорогами в Пампасах. Англичанин этот не настолько еще забыл в обществе индейцев свой родной язык, чтобы не быть в состоянии объясняться с нашими путешественниками. Благодаря этому Гленнерван получил возможность выражать ему свои желания и проверять выполнение отданных приказаний. Это тем более было важно, что испанского языка Жака Паганеля несмотря на все его старания, пока никто не понимал. При англичанине, катапаце, на чилийском наречии, было два подручных пиона и двенадцатилетний мальчуган. Пионы погоняли мулов, нагруженных багажом экспедиции, а мальчик вел мадрилу — небольшую кобылицу с бубенчиками и колокольчиком. Мадрила шла впереди, как бы вожаком, десяти следовавших за ней мулов. На семи из них ехали наши путешественники, на восьмом катапаце, остальные два мула были нагружены съестными припасами и несколькими кусками материи, назначение которых было задобрить кацыков-пампасов. Кацык — вождь туземного племени. Пионы по своему обычаю шли пешком. Переход наших путешественников через Южную Америку, казалось, должен был совершиться в наилучших условиях, как в смысле скорости, так и в смысле безопасности. Перевалить через горную цепь кордильер не так-то легко. Предпринять это можно, только имея в своем распоряжении выносливых мулов, из которых наиболее ценятся аргентинские. У этих превосходных животных выработались свойства, какими порода их первоначально не обладала. Они неприхотливы в отношении пищи, пьют раз в день, проходят по 40 километров за 8 часов и свободно несут груз в 14 аробов. Ароб — местная мера веса, равная 11 килограммам. На протяжении всего пути от одного океана до другого нет ни одного постоялого двора. Обычно путешественники питаются в дороге сушеным мясом, рисом, приправленным перцем, и дичью, которую удается подстрелить по пути. В горах пьют воду потоков, в равнине — воду ручьев. К этой воде прибавляют по нескольку капель рома, хранящегося у каждого путешественника в бычачьем роге — шифле. Впрочем, в тех краях нужно, возможно, меньше употреблять спиртных напитков, ибо там нервы и без того в очень возбужденном состоянии. Что же касается допостельных принадлежностей, то все они заключаются в местном седле — рекадо. Эта рекадо, сделанная из пелеонов, бараньих шкур, дубленных с одной стороны и покрытых шерстью с другой, укрепляется на муле широкими, роскошно вышитыми подпругами. Ночью путешественник, завернувшись в эти теплые пелены, спокойно спит. Ему нипочем никакая сырость. Гленнерван, как человек, много путешествовавший на своем веку и привыкший сообразоваться с местными обычаями, сам оделся и одел своих спутников в чилийские одежды. Паганель и Роберт, оба дети, один большой ребенок, другой малый, пришли в невыразимый восторг, когда просунули свои головы в чилийское пончо, широкий плащ с отверстием посередине, а на ноги натянули сапоги, сделанные из кожи задних ног жеребенка. И надо было видеть, какой красивый вид имели их мулы в богатой сбруе, с арабскими удилами во рту, с длинными плетеными поводьями, служившими в то же время и кнутом, с металлическими украшениями на уздечке, с ярко окрашенными альфорхос, с двойными холщовыми мешками, содержавшими однодневный запас съестных продуктов. Пока рассеянный по своему обыкновению Паганель взбирался на такого великолепного мула, животное три или четыре раза порывалось легнуть его. Усевший же в седло, с неразлучной своей подзорной трубой через плечо и вцепившись ногами в стремена, наш ученый всецело положился на опытность своего мула. И надо сказать, что ему не пришлось в этом раскаиваться. Что касается юного Роберта, то он, очутившись на муле, сейчас же проявил замечательные способности к верховой езде. Двинулись в путь. Погода была чудесная. Хотя на небе не видно было ни одного облачка, но зною не чувствовалось, дул свежий ветер с моря. Маленький отряд быстро подвигался по извилистым берегам бухты Талькагуану, стремясь выйти в 30 милях к югу на 37-ю параллель. Целый день ехали быстро среди камышей пересохших болот, но говорили мало. Слишком живо было впечатление от прощания с оставшимися на яхте. Еще виднелся дын Дункана, уже исчезавшего за горизонтом. Все молчали, за исключением Поганеля. Усердный географ задавал себе вопросы по-испански и сам отвечал себе на том же новом для него языке. Глава проводников Катапац был человеком довольно молчаливым. К тому же его профессия не очень-то располагала к болтовне. Он почти не говорил со своими пионами. Те прекрасно знали свое дело. Когда какой-нибудь из мулов останавливался, они подгоняли его гортанным криком, а если это не помогало, то преодолевали упрямство животного, метко швыряя в него камнями. Когда случалось ослабевало подпруга или сваливалась уздечка, пион сбрасывал свой плащ и, покрыв им голову мула, приводил все в порядок, после чего животное снова пускалось в путь. Погонщики мулов имеют обыкновение начинать свой дневной переход после завтрака в 8 часов утра и идти вплоть до остановки на ночлег в 4 часа пополудни. Гленнерван сообразовался с этим обычаем. Когда Катапац подал сигнал к остановке, наши путешественники, ехавшие у пенистых волн океана, приближались к городу Арауко, расположенному в самой южной части бухты. Отсюда, до пункта, где начинается 37-я параллель, до бухты Корнейро, надо было проехать к западу еще миль 20. Но так как вся эта часть побережья была уже обследована посланными Гленнервана, то новое обследование являлось излишним. Поэтому было решено, что из города Арауко экспедиция направится по прямой линии на восток. Маленький отряд остановился на ночь в этом городе, расположившись посреди двора одного трактира, так как в самом помещении было слишком уж мало удобств. Арауко – это столица Араукании, крошечного государства, занимающего площадь всего в каких-нибудь 600 километров в длину и 120 в ширину. Населяют Арауканию малухи, эти первородные сыны Чили. Горде и сильное племя малухов, одно в обеих Америках, никогда не подпадало под иноземное владычество. Правда, некогда город Арауко был захвачен испанцами, но население Араукании не подчинилось им. Оно оказывало тем захватчикам такое же сопротивление, какое в настоящее время оказывает завоевательным попыткам Чили. И поныне государственный флаг его, белая звезда на лазурном фоне, развиваясь на укрепленном холме, защищающем столицу, гордо говорит о независимости Араукании. Пока готовили ужин, Гленнерван, Паганель и Котопац прогуливались по городу, между домами с соломенными крышами. В Арауко, кроме церкви и развалин францисканского монастыря, не было ничего достопримечательного. Гленнерван попытался было получить какие-либо сведения о Британии, но безуспешно. Несмотря на все старания Паганеля, никто из местных жителей не понимал его. Но утешал себя географ, раз родным языком их было, как и повсюду здесь, до самого Магелланова пролива, Арауканское наречие, то, конечно, испанский язык мог пригодиться ему не больше древнееврейского. Поэтому Паганелю пришлось пользоваться не ушами, а глазами. И, разглядывая различные типы малухов, он, как ученый, испытывал истинную радость. Мужчины были рослые, с плоскими лицами медно-красного цвета, все безбородые, у них было в обычае выщипывать себе бороду. Во взгляде их проглядывало недоверие. Казалось, эти мужчины проводили время в том специфическом безделии, которое свойственно воителям, не знающим, чем заняться во время мира. Их женщины несли на себе тяжелую работу по домашнему хозяйству и в то же время чистили лошадей оружие, ходили за плугом, охотились за дичью вместо своих повелителей, мужчин. При всем этом малухские женщины умудрялись еще выделывать пончо, национальные плащи бирюзового цвета. Каждая из этих пончо требовала двух лет работы и стоила не меньше ста долларов. В общем, малухи – народ малоинтересный, с довольно-таки дикими нравами. Им свойственны почти все человеческие пороки, но у них имеется и одна доблесть – любовь к независимости. «Настоящие спартанцы», повторял Паганель, вернувшись с прогулки и сидя за ужином. Конечно, почтенный ученый преувеличивал, но он еще больше удивил своих собеседников, прибавив, что его французское сердце громко билось во время прогулки по городу Арауку. На вопрос майора, что же могло вызвать это внезапное сердцебиение, Паганель ответил, что волнение его было совершенно естественным, ибо еще не так давно один из его соотечественников занимал престол Араукани. Майор попросил географа сообщить имя этого монарха. Жак Паганель с гордостью назвал господина де Тонен, экс-адвоката из Перегё, милейшего человека, обладателя несколько слишком пышной бороды, который претерпел в Араукании то, что лишившиеся трона короли охотно называют неблагодарностью своих подданных. Так как майор, услышав о бывшем адвокате, изгнанном с престола, насмешливо улыбнулся, то Паганель с полной серьезностью заметил, что, пожалуй, легче адвокату стать хорошим королем, чем королю хорошим адвокатом. Эти слова вызвали всеобщий смех, и тут же все подняли стаканы за здоровье бывшего короля Арукании, Релия Антония I. Несколько минут спустя наши путешественники, завернувшись в свои пончо, уже спали крепким сном. На следующее утро в восемь часов маленький отряд двинулся вдоль тридцать седьмой параллели на восток. Шел он в том же порядке, впереди Мадрила, в хвосте пионы. Дорога проходила по плодородным местам, кругом виднелось много виноградников, а также пастбищ с большими стадами скота. Но мало-помалу местность делалась все пустыннее. Изредка встречались хижины Растреадорес, индейских укротителей диких лошадей, известных по всей Америке, или какая-нибудь заброшенная почтовая станция, служившая теперь приютом бродяге-туземцу. Две реки преградили за этот день путь нашему отряду Ракий-Тубал, но в обоих случаях Катопац нашел брод, и путешественникам удалось перебраться на противоположный берег. У горизонта тянулась горная цепь Кордильер, постепенно повышаясь и вырисовываясь все более частыми пиками по направлению к северу. Но это еще были только нижние позвонки огромного спинного хребта, поддерживающего могучее туловище нового света. В 4 часа пополудни, после перехода в 35 миль, наши путешественники, встретив среди равнины рощицу из гигантских миртов, сделали здесь привал. Мулов разнуздали и расседлали, и они принялись щипать густую луговую траву. Из ярких двойных мешков альфорхас была вынута обычная в пути еда сухое мясо и рис. После ужина путешественники улеглись на землю и, закутавшись в бараньи пелеоны, положив под голову вместо подушек седла рекадо, погрузились в глубокие восстанавливающие силы сон. Котопацы и пионы бодрствовали поочередно всю ночь. Так как погода была очень благоприятной, то все участники экспедиции, не исключая Роберта, хорошо себя чувствовали. Раз путешествие это начиналось при таких счастливых предзнаменованиях, надо было этим пользоваться и понукать удачу, как делают это игроки. Таково было общее мнение. На следующий день двигались быстро, благополучно переправились через пороги Рио-Бель, и когда вечером расположились лагерем на берегу Рио-Био-Био, протекавшей на границе между Чили испанским и Чили независимым, Гленнерван получил возможность записать в свой дорожный журнал, что экспедиции пройдено еще 35 миль. Местность не менялась. Край был плодородный, кругом росли во множестве амарилис, фиалковое дерево, дурман и кактус с его золотыми цветами. В чаще прятались какие-то звери, среди них оцелот, дикая кошка. Птиц было немного, иногда только мелькали цапля, одинокая сова или спасающиеся от когтей сокола, дрозды и чомги. Туземцев почти не встречалось. Изредка только словно тень пронесется голубом гуасос, вырождающийся потомок индейцев и испанцев, всаживая в окровавленный бок своей лошади огромную шпору, привязанную голой ноге. По дороге не попадалось никого, с кем бы можно было поговорить, разузнать что-нибудь поинтересовавшему экспедицию вопросу, но Гленнерван уже примирился с этим. Он старался убедить себя, что индейцы, захватив плен капитана Гранта, должны были увезти его по ту сторону Кордильер. Следовательно, поиски могли дать какие-либо результаты только в пампасах, а не по эту сторону гор, значит пока надо было запастись терпением и быстро двигаться вперед. С семнадцатого тронулись в путь в обычное время и в установленном порядке. Соблюдать этот порядок Роберту было нелегко. Горячий мальчуган к отчаянию своего мула все порывался опередить Мадрилу и только строгий окрик Гленнервана вернул его на место. Местность становилась менее ровной. Появившиеся холмы и бурно катившиеся многочисленные Рио речки указывали на близость гор. Паганель часто заглядывал в карту и если какая-нибудь из Рио там не значилась, а это бывало нередко, кровь географа закипала и он очаровательно сердился. Речка без имени подобна человеку, незарегистрированному в книге актов гражданского состояния, с возмущением говорил ученый. Для географического закона она не существует. На этом основании наш ученый не стесняясь давал названия этим безыменным речкам, причем давал им самые звучные испанские названия и тут же заносил их на свою карту. Что за язык, повторял Паганель, какой он звучный и гармоничный, он будто вылет из металла, я уверен, что в нем 78 частей меди и 22 части олова, как в той бронзе, из которой льют колокола. Но вы-то делаете успехи в испанском языке, спросил его Гленнерван. Конечно, если бы только не это проклятое произношение, беда с ним. И Паганель, не унывая, громогласно боролся с трудностями испанского произношения, что, впрочем, не мешало ему делать и географические наблюдения. В этой-то области он был удивительно силен, и тут уж, конечно, превзойти его никто бы не мог. Когда Гленнервану случалось обратиться к Катапацу с вопросом относительно какой-нибудь особенности данного края, географ всегда опережал проводника. Катапац с великим изумлением смотрел на ученого. В этот самый день, около двух часов дня, путь отряда пересекла какая-то дорога. Естественно, Гленнерван спросил у Катапаца ее название, и также, естественно, ему ответил Жак Паганель. Это дорога из Юмбеля в Лос-Анджелес. Гленнерван посмотрел на Катапаца. Совершенно верно, подтвердил тот, а затем, обратясь к географу, спросил, «Вы, значит, проезжали в этих краях?» «Разумеется», серьезным тоном ответил Паганель, «На муле?» «Нет, в кресле». Катапац, очевидно, не понял его, так как, пожав плечами, вернулся на свое обычное место во главе отряда. В пять часов вечера сделали привал в неглубоком ущелье в нескольких милях от города Лоха. Эту ночь путешественники провели у подножия Сьерры, первых ступеней Кордильер. Глава 12. На высоте 12 тысяч футов. Переход через Чили совершался до сих пор без каких-либо значительных происшествий, но теперь сразу должны были возникнуть все те препятствия и опасности, с которыми сопряжено путешествие в горах, начиналась борьба с природными трудностями. Прежде чем пуститься в путь, требовалось принять важное решение, а именно выяснить, каким проходом надо было переваливать через Кордильеры, чтобы не отклониться при этом от намеченного пути. Спросили мнение Котопаца. В этой части Кордильер, ответил тот, я знаю лишь два перевала, удобных для езды. Вы без сомнения имеете в виду перевал Арика, открытый в Альдиве Мендосой, спросил Паганель. Да. А второй, не правда ли, перевал Виарико? Совершенно верно. Но, друг мой, оба эти перевала нам не подходят, потому что один из них лежит далеко к северу, а другой далеко к югу от нашего пути. А вы можете предложить нам еще какой-нибудь проход? Обратился к географу-майор. Могу, ответил Паганель. Я разумею проход Антуко, идущий по склону вулкана по 37 градусам тремя минутами южной широты, то есть приблизительно в полуградусе от нашего пути, и идет он при этом всего на высоте 7 тысяч футов. Прекрасно, промолвил Гленнерван. Но вы-то, Котопац, знаете этот перевал? Да, мне случалось проходить им, а не упомянул я о нем только потому, что это, собственно, горная тропа, по которой гонят свой скот пастухи-индейцы с восточных склонов. Ну что ж, друг мой, сказал Гленнерван, там, где проходят стада кобылиц, баранов и быков, сумеем пройти мы, а раз этот проход ведет нас по прямой линии, надо идти через него. Немедленно был дан сигнал к отправлению, и отряд, идя меж больших известковых скал, углубился в долину Лас-Лехас. Подъем был едва заметен. Около 11 часов утра пришлось обогнуть небольшое озеро. Этот естественный водоем служил как бы живописным местом свидания для всех соседних речек. Журча стекались они сюда и безмолвно сливались в прозрачных водах озера. Над этим озером поднимались в гору Льяносы, обширные, поросшие злаковыми растениями пространство, где пасся скот индейцев. Вскоре отряд наткнулся на болото, тянувшееся к югу и к северу. Только благодаря инстинкту мулов всадники выбрались оттуда благополучно. В час пополудни показалась крепость Болинары. Она возвышалась на утесе, как бы увенчивая его остроконечную вершину своими полуразвалившимися стенами. Отряд проехал мимо. Дорога становилась круче и каменистее. Камни шумным каскадом скатывались из-под ног мулов. Около трех часов пополудни появились живописные развалины другой крепости, разрушенной во время восстания 1770 года. Начиная отсюда, дорога стала не только трудной, но даже и опасной. Подъемы сделались более крутыми, пропасти угрожающе глубокими, тропинки по их краю становились все уже и уже. Мулы шли вперед осторожно, нагнув голову, обнюхивая дорогу. Ехали гуськом. Случалось, что на каком-нибудь крутом повороте Мадрила вдруг исчезала из виду, и тогда маленький караван шел на отдаленное позвякивание ее колокольчика. Нередко извилистая тропа расщеплялась, давая возможность отряду двигаться по двум параллельным линиям, и через эту непроходимую пропасть шириной всего в какие-нибудь две сажения, но глубиной в 200, Котопац переговаривался со своими пионами. Здесь трава еще боролась с камнями, пробиваясь между ними, но уже чувствовалась победа минерального царства над растительным. Близость вулкана Антухо была заметна поведневшимся там и сям застывшим потоком лавы цвета железа, испещренным иглообразными желтыми кристаллами. Нагроможденные друг на друга утесы, казалось, должны были вот-вот обрушиться и удерживались на своем месте вопреки всем законам равновесия. Конечно, эта местность должна была легко изменять свой вид при землетрясениях, и при взгляде на все эти склонившиеся на бок остроконечные вершины, покосившиеся купола, боком посаженные бугры, делалось очевидным, что для этой горной тщательного сформирования еще не пробил. При этих условиях дорогу не так-то легко было разыскать. Почти непрекращающиеся сотрясения костяка Кордильер часто меняют трассу дороги и опознавательные приметы нередко исчезают. Поэтому Котопац часто бывал в нерешительности. Он останавливался, оглядывался кругом, разглядывал форму скал, старался найти среди легко крошившихся камней следы ног индейцев, но ориентироваться видимо стало невозможно. Гленнерван шаг за шагом следовал за проводником. Он понимал и чувствовал, как по мере увеличения трудностей пути росло замешательство Котопаца. Он не решался задавать ему вопросы, считая, к тому же и быть может не без основания, что не только у мулов, но и у проводников их имеется инстинкт, на который и следует полагаться. Так, можно сказать, на удачу Котопац проблуждал еще с час, все поднимаясь однако в гору. Наконец, он принужден был остановиться. Отряд находился на дне одного из узких ущелий, называемых индейцами Кибрадос. Дорогу преградила отвесная скала из Порфира. После тщетных поисков какого-нибудь прохода Котопац слез с мула и, скрестив на груди руки, остановился в выжидательной позе. Гленнерван подошел к нему. «Вы заблудились?» спросил он. «Нет, сэр», ответил Котопац. «Однако мы ведь не в проходе Антука, мы в нем». «Вы не ошибаетесь?» «Не ошибаюсь. Вот зола костра, который разводили здесь индейцы, а вон следы, оставленные стадами кобылицы баранов». «Так значит, можно было пройти по этой дороге?» «Да, но теперь уже нельзя. Последнее землетрясение сделало дорогу эту непроходимой». «Для мулов, но не для людей», отозвался майор. «Ну, это уже ваша забота», ответил Котопац. «Я сделал все, что мог. Если вам угодно, мы с моими мулами готовы вернуться назад и искать других проходов в кордильерах». «И насколько это задержит нас?» «На три дня не меньше». Гленнерван молча слушал этот разговор. Для него было очевидно, что Котопац готов был выполнить все, что обязался сделать по договору, но мулы его не могли идти дальше. Когда Котопац предложил вернуться назад, Гленнерван, обернувшись к своим спутникам, спросил их, «Скажите, хотите ли вы, несмотря ни на что, двигаться дальше по этому проходу?» «Мы хотим следовать за вами», ответил Том Остин. «И даже опередить вас», добавил Паганель, цепь, противоположный склон, который несравненно более отлог, чем тот, где мы сейчас находимся. Спустившись же по тому склону, мы раздобудем себе и аргентинских проводников Бокеанус, и быстроногих коней, привыкших скакать по равнинам. Вперед же, и без колебаний». «Вперед», подхватили спутники Гленнервана. «А вы с нами не отправитесь?» спросил Котопац Гленнерван. «Я погонщик мулов», ответил тот. «Как хотите». «И без него обойдемся», заметил Паганель. «Ведь по ту сторону этой преграды мы снова отчетимся на тропинках прохода Антуко, и я ручаюсь, что не хуже лучшего местного проводника выведу вас самым прямым путем к подножию Кордильер». Гленнерван уплотил Котопацу то, что ему причиталось и отпустило его вместе с его пионами и мулами. Оружие, инструменты и кое-какие съестные припасы были распределены между семью путешественниками. С общего согласия было решено немедленно же пуститься в дальнейший путь, и если понадобится продолжать восхождение и в течение части ночи. По левому склону гор велась очень крутая тропинка, по которой мулы не могли бы пройти. Подниматься по такой тропинке было чрезвычайно напряженной ходьбы, Гленнерван и его спутники снова выбрались в проход Антуко. Теперь они находились уже недалеко от хребта Кордильер, но кругом уже не видно было никакой протоптанной тропы. Недавно бывшее землетрясение изменило всю эту местность и теперь приходилось подниматься без дороги к вершинам горной цепи. Это неожиданное исчезновение тропы порядком озадачило Паганеля. Он подумал, что теперь подъем на вершину Кордильер, средняя высота которых колеблется от 11 до 12 тысяч 600 футов, будет сопряжен с большими трудностями. К счастью, время года было благоприятное, воздух спокоен, на небе не облачко. Во время зимы с мая по октябрь в южном полушарии зима приходится на летний месяц из северного полушария. Такое восхождение было бы невозможно. Обвалы снежных масс убивают путешественников, а тех, кого они пощадят, часто приканчивают жестокие темпоралис, местные ураганы, которые ежегодно сбрасывают новые жертвы в пропасти Кордильер. Подъем продолжался всю ночь. Пешеходы то взбирались на почти неприступной площадке, цепляясь руками за их выступы, то перепрыгивали через широкие и глубокие расщелины. Плечи товарищей при этом служили лестницей, а поданные друг другу руки веревками. Отважные путешественники походили на труппу каких-то ловкачей-акробатов. Здесь нашли широкое применение силы Мюллреди и ловкость Вильсона. Без этих славных, самоотверженных, всюду поспевавших шотландцев маленькому отряду пришлось бы неоднократно останавливаться. Гленнерван не спускал глаз с Роберта, так как Мальчуган по своей горячности был очень неосторожен. Паганель устремлялся вперед с чисто французским пылом. Что же касается Майора, то он неприметно поднимался по склону, делая движение не больше и не меньше, чем требовалось. Замечал ли он вообще, что уже в течение нескольких часов поднимается в гору? Это вопрос. Быть может, ему даже казалось, что он спускается? В пять часов утра барометр показал, что путешественники уже достигли высоты в 7500 футов. Они находились на так называемых вторичных плоскогорьях, где кончалась древесная растительность. Тут прыгали животные, которые могли бы порадовать и обогатить охотника, но они сами прекрасно знали это, ибо еще издали завидев людей, уносились со всех ног. То была лама, драгоценное горное животное, заменяющее и барана, и быка, и лошадь, способное жить там, где не смог бы существовать даже мул. Тут была шиншилла, маленький, кроткий, боязливый грызун, нечто среднее между зайцем тушканчиком, ценный своим мехом. Задние лапки делали его похожим на кенгуру. Очень забавно было смотреть, как этот проворный зверек, подобно белке, носился по верхушкам деревьев. «Это еще не птица, но уже не четвероногая», заметил Паганель. Однако лама и шиншилла не были последними животными, встреченными во время подъема маленьким отрядом. На высоте 9000 футов у границы вечных снегов бродили целыми стадами жвачные животные необыкновенной красоты. Пакосы с длинной шелковистой шерстью, затем вегонь, безрогая коза, изящная и благородная, с тончайшей шерстью. Но приблизиться к этим красавицам гор было немыслимо, да и рассмотреть их было трудно. Они уносились вовсю прыть, бесшумно скользя по слепительно белым коврам снега. Все вокруг преобразилось. Поднимающиеся со всех сторон огромные глыбы блестящего местами синеватого льда отражали первые лучи восходящего солнца. Подъем стал очень опасным. Нельзя было больше отважиться ни на один шаг вперед, не прощупав предварительно самым тщательным образом, нет ли под снегом расщелины. Вильсон шел во главе отряда, пробуя ногой крепость льда. Его спутники поднимались в гору за ним, стараясь ступать точно по его следам и избегая повышать голос, ибо малейший шум сотрясая воздух мог вызвать обвал снежных масс, нависших футах в семистах или восьмистах над их головами. Так достигли наши путники пояса кустарников. Когда они поднялись еще на тысячу семьсот пятьдесят футов выше, кустарники сменились злаками и кактусами. На высоте же одиннадцати тысяч футов исчезли и они. На бесплодной почве уже не видно было никакой растительности. За все время подъема путешественники сделали лишь один привал в восемь часов утра. Быстро кое-как закусив, они со сверхчеловеческой отвагой возобновили подъем, пренебрегая все возраставшими опасностями. Им приходилось перелезать через остроконечные гребни, пробираться над пропастями, куда даже заглянуть было страшно. говорившее о бывших здесь катастрофах. Около двух часов пополудни между оголенными остроконечными вершинами развернулась огромная без всяких следов растительности плоскогорья, напоминавшая собою пустыню. Воздух здесь был сухой, а небо ярко-голубого цвета. На этой высоте дожди неизвестны, влага здесь превращается в снег или град. Там и сям словно кости скелета торчали из-под белого покрова остроконечные порфировые и базальтовые вершины. Иногда обваливались куски разрушавшегося под влиянием выветривания кварца или гнейса. Разреженный воздух почти заглушал тупой звук их падения. Несмотря на все мужество путешественников, силы начали изменять им. Гленнерван, видя, до чего изнурены его спутники, стал уже раскаиваться в том, что завел их так далеко в горы. Юный Роберт старался не поддаваться усталости, но сил у него не могло хватить надолго. В три часа Гленнерван остановился. «Надо отдохнуть», сказал он, сознавая, что никто, кроме него, не сделает подобного предложения. «Отдохнуть? Но где?» отозвался Паганель. «Ведь здесь нет никакого приюта». «Тем не менее, это совершенно необходимо сделать, хотя бы для Роберта». «Да нет, сэр, я еще могу идти», возразил отважный мальчуган. «Не останавливайтесь». «Тебя понесут, мой мальчик», перебил его Паганель, «но нам во что бы то ни стало необходимо добраться до восточного склона. Там, быть может, мы найдем какой-нибудь шалаш, который даст нам приют. Вот почему, по-моему, нам нужно идти еще часа два». «Согласны ли вы все на это?» спросил Гленнерван. «Да», ответили его спутники. «А я берусь нести мальчика», прибавил Мюллреди. И отряд снова двинулся на восток. Еще целых два часа длился этот ужасающий подъем. Надо было добраться до самой вершины. Разреженность воздуха вызывала у путешественников болезненное удушье, кровоточивость десен и губ. Чтобы ускорить кровообращение, замедленная разреженность у воздуха приходилось как можно чаще дышать, а это утомляло не меньше, чем отражение солнечных лучей на снегу. Как невелика была сила воли у этих мужественных людей, но настала минута, когда самые отважные из них пришли в полное изнеможение, и головокружение, этот ужасный бич в гор, лишил их не только сил физических, но и духовных. Нельзя безнаказанно пренебрегать подобным переутомлением. То один, то другой падал, и поднявшись уже не был в состоянии идти, а тащился на коленях ползком. Было ясно, что эти обессиленные люди скоро совсем не смогут продолжать слишком затянувшийся подъем. Гленнерван не без ужаса глядел на необозримое, заледеневшее на всей этой роковой области снега, на вечерний сумрак, уже заволакивавший пустынные вершины. Глядел и с болью сердца думал о том, что кругом нет никакого крова. Как вдруг майор, остановив его, сказал спокойным голосом. Хижина. Глава тринадцатая. Спуск с Кордильер. Всякий другой на месте Макнапса раз сто прошел бы мимо этой хижины, кругом нее и даже над нею, не заподозрив о ее существовании. Занесенная снегом, она почти не выделялась среди окрестных скал. Пришлось отрывать ее из-под снега. Полчаса упорного труда Вильсона и Мюльреди ушло на то, чтобы освободить вход в Казучу, после чего маленький отряд поспешил там укрыться. Казуча это была построена индейцами, сложившими ее из адобес, кирпичей обожженных на солнце. Она имела форму куба с гранями в 12 футов и стояла на вершине базальтовой скалы. Каменная лестница вела ко входу, единственному отверстию в хижине. И как ни был узок этот вход, но когда в горах бушевали темпоралис, ветру, снегу и граду удавалось проникать через него внутрь. В хижине свободно могли поместиться 10 человек, и стены ее, недостаточно предохранявшие от влаги в период дождей, в это время года могли до известной степени защищать обитателей от резкого холода. Термометр показывал 10 градусов ниже нуля. К тому же очаг с трубой из кое-как сложенных кирпичей давал возможность развести огонь и успешно бороться с внешней температурой. Вот и приют, хотя и не особенно удобный, но во всяком случае сносный, промолвил Гленнерван. Как? Воскликнул Паганель. Да это просто дворец, не хватает лишь караула и придворных, здесь нам будет чудесно. Особенно, когда в очаге запылает яркий огонь, прибавил Том Остин. Мы ведь все не только проголодались, но и промерзли, и меня лично хорошая вязанка дров порадовала бы больше, чем кусок дичи. Что ж, Том, постараемся раздобыть топливо, отозвался Паганель. Топливо на вершинах кордильер, сказал Мюльреди, недоверчиво качая головой. Раз в козуче устроили очаг, значит, поблизости есть и топливо, заметил майор. Наш друг Макнапс совершенно прав, промолвил Гленнерван. Готовьте все к ужину, а я возьму на себя обязанности дровосека. Мы с Вильсоном пойдем вместе с вами, объявил Паганель. Если я могу быть вам полезен, сказал, вставая с места Роберт. Нет, мой храбрый мальчик, отдыхай, ответил Гленнерван. Ты станешь мужчиной, когда твои сверстники будут еще детьми. Гленнерван, Паганель и Вильсон вышли из козучи. Было шесть часов вечера. Несмотря на неподвижность воздуха, мороз давал себя сильно чувствовать. Голубое небо начинало темнить, и последние лучи заходящего солнца озаряли остроконечные вершины гор. Паганель захватил с собой барометр. Взглянув на него, он убедился, что давление ртути показывает высоту в 11700 футов. Следовательно, эта часть Кордильер была ниже Монблана только на 910 метров. Если бы в здешних горах встречались такие же трудности, какие встречаются на каждом шагу на гигантской швейцарской горе, и если бы наши путешественники попали в бурь и метели, то ни один из них, конечно, не перевалил бы через мощную горную цепь нового света. Гленнер Ванапаганель, взобравшись на порфировый утес, обвели глазами горизонт. Они находились на самой верхушке главного хребта Кордильер и охватывали взором пространства в 40 квадратных миль. Восточный склон был отлогий, по его откосам можно было легко спускаться, а пионы мудрялись даже скользить по ним на протяжении сотен сожений. Вдали виднелись громадные продольные полосы морен, образовавшихся из камней и обломков скал, оттесненных туда ледниками. Долина Колорадо уже погружалась в тень, солнце склонялось к западу. Освещённые его лучами выступы почвы, скалы, шпили, пики один за другим угасали, и весь восточный склон мало-помалу темнел. Западный же, отвесный склон со всеми его отрогами был ещё освещен. Вид этих скал и ледников, залитых лучами заходящего солнца, был ослепительно красив. К северу спускался волнообразно ряд вершин. Незаметно сливаясь друг с другом, они образовали смутно терявшуюся в долине ровную линию, словно проведённую неумелой рукой. Зато на юге зрелище было великолепное, и по мере приближения ночи оно становилось величественно грандиозным. Внизу виднелась дикая долина, а над ней в двух милях от наших путешественников взеял кратер Антуко. Вулкан этот, выбрасывая потоки пламени, пепла и дыма, ревел, как огромное чудовище. Окружавшие его горы, казалось, были объяты пламенем. Град раскалённых добела камней, клубы красноватого дыма, взлетающий струй лавы, всё это сливалось в сверкающие снопы. И в то время как тускнеющее солнце словно потухшее светило исчезало во мраке горизонта, ослепительный из каждой минуты усиливающийся свет вулкана заливал своим заревом весь необъятный кругозор. В импровизированных дровосеках Паганелия и Гленнерване заговорило чувство художника, и они, пожалуй, долго бы ещё восхищались этой величественной борьбой земных и небесных огней, но Вильсон, более трезво настроенный, вернул их к действительности. Дров, правда, нигде кругом не оказалось, но, к счастью, скалы здесь были покрыты тощим сухим лишайником. Путешественники запаслись в большом количестве этим лишайником, а также растением льяретто, корни которого тоже горят довольно сносно. Как только это драгоценное топливо было принесено в казучу, им немедленно набили очаг. Но разжечь огонь, а особенно поддерживать его, оказалось делом далеко нелегким. В разреженном воздухе имелось слишком мало кислорода для горения. По крайней мере, такое объяснение дал майор. Зато, прибавил он, воде здесь, чтобы закипеть, не понадобится доходить до 100 градусов, и тому, кто любит кофе, сваренный на воде в 100 градусов, придется обойтись без этого, так как его кофе закипит при температуре даже ниже 90 градусов. Понижение точки кипения равняется приблизительно 1 градусу на 324 метра подъема. Макнапс оказался прав. Термометр, опущенный в воду в тот момент, когда она закипела, показал только 87 градусов. Все с наслаждением выпили по нескольку глотков горячего кофе. Что же касается сушеного мяса, то оно доставило присутствующим мало удовольствия и вызвало со стороны Паганеля замечание столь же здравое, сколь и бесполезное. Да, сказал он, надо признаться, что кусок жареной ламы был бы здесь далеко не лишним. Говорят, что это животное способно заменить и быка, и барана. Мне хотелось бы знать, распространяется ли это и на его мясо. Как? Вы недовольны нашим ужином, ученый Паганель? Обратился к нему Макнапс. Я в восторге от него, почтенный майор. Но не могу не признаться, что блюдо дичи было бы очень кстати. Вы сиборит, сказал Макнапс. Согласен с этим эпитетом, майор. Но что бы вы ни говорили, разве отказались бы вы от доброго бифштекса? Пожалуй, что и нет, согласился майор. А если бы вас попросили пойти на охоту, несмотря ни на холод, ни на тьму, вы отправились бы, не задумываясь? Конечно. И если только вам угодно. не успели еще компаньоны Макнапса поблагодарить его и заявить, что они вовсе не хотят злоупотреблять его бесконечной любезностью, как вдали послышался вой. Он не прекращался. казалось, то был вой не отдельных животных, а целого быстро приближающегося стада. У географа мелькнула мысль, не желает ли проведение дав им приют снабдить их еще и ужином. Но Гленнерван несколько разочаровал его, напомнив, что четвероногие животные кордильер никогда не встречаются на таких высотах. «Откуда же тогда этот шум?» спросил Том Остин. «Слышите, как он приближается?» «Уж не лавина ли?» сказал Мюллереде. «Невозможно, возразил Паганель. Это настоящий звериный вой». «Сейчас увидим», сказал Гленнерван. «И увидим с оружием в руках», добавил майор, беря свой карабин. Все выскочили из Казучи. Уже наступила ночь, темная и звездная. Наполовину обглоданной диску бывающей луны еще не показывался на небе. Северные и восточные вершины тонули во мраке. Еле можно было различить фантастические силуэты нескольких ближайших утесов. Вой, вой перепуганных зверей приближался. Он несся со стороны гор, погруженных во мрак. Что там происходило? Вдруг на плоскогорье обрушилась бешеная лавина. Лавина живых существ, обезумевших от страха. Все плоскогорье, казалось, заколебалось. Неслись сотни, быть может, тысячи животных, производивших, несмотря на разреженность воздуха, оглушительный шум. Были ли это дикие звери-пампасов или только стадо лам и вегоний? Гленнерван, Макнапс, Роберт, Остин и оба матросы едва успели броситься на землю, как этот живой вихрь промчался в нескольких футах над ними. Паганель, видевший ночью лучше, чем днем, и оставшийся на ногах, чтобы все разглядеть, был мгновенно сбит с ног. В этот момент раздался выстрел. Это майор выпалил наугад. Макнапс упала в нескольких шагах от него, а вся стая в неудержимом порыве уже неслась еще с большим воем по склонам, освещенным отблеском вулкана. «А, вот они!» раздался голос, голос Паганеля. «Кто это они?» спросил Гленнерван. «Да мои очки! Как не потерять их при такой сумятице? А вы не ранены? Нет? Помят немножко. Уж не знаю только кем». «Вот кем!» отозвался майор, таща за собой застреленное им животное. Все поспешили вернуться в Казучу и при свете очага стали рассматривать добычу Макнапса. Это было красивое животное, похожее на небольшого верблюда, только без горба. У него была изящная головка, стройное тело, длинные тонкие ноги, шелковистая светло-кофейного цвета шерсть с белыми пятнами на брюхе. Как только Паганель увидел его, он воскликнул «Это гуанако». «Что такое гуанако?» спросил Гленнерван. «Животное годное в пищу», ответил Паганель. «И вкусное?» «Очень вкусное. Пища, достойная богов Олимпа. Я же знал, что у нас будет на ужин свежее мясо. Да еще какое мясо!» «Но кто же освежует тушу?» «Я», сказал Вильсон. «Прекрасно, а я берусь зажарить мясо», добавил Паганель. «Вы, стало быть, и повар, господин Паганель?» спросил Роберт. «Конечно, мой мальчик, раз я француз. Ведь в каждом французе сидит повар». Через пять минут Паганель уже раскладывал на раскаленных углях очага большие куски дичи. Десятью минутами позже он подал своим товарищам приаппетитно зажаренное филе из гуанако. Никто не стал чиниться, и все накинулись на эту пищу богов. Но при первом же глотке к великому изумлению географа на лицах всех присутствующих появилась гримаса, сопровождаемая единодушным «Фу!» «Отвратительно», сказал один. «Совершенно несъедобно», добавил другой. Бедный ученый, попробовав сам свои стрепни, принужден был сознаться, что это жареное мясо было действительно несъедобно даже для голодных людей. Его товарищи стали подшучивать над ним, к чему, впрочем, он отнесся очень добродушно, и подняли насмех пищу богов. Паганель ломал себе голову над вопросом, каким образом вкусное, всеми ценимое мясо гуанако могло сделаться таким несъедобным в его руках. Вдруг его осенила мысль. «Понял!» воскликнул он. «Понял, черт побери! Я знаю теперь, в чем тут дело!» «Быть может, это мясо слишком долго лежало?» спокойно спросил Макнапс. «Нет, язвительный майор, это мясо не слишком долго лежало, а оно слишком долго бежало. Как мог я упустить это из виду?» «Что вы хотите сказать, господин Паганель?» спросил Том Остин. «Я хочу сказать, что мясо гуанако хорошо только тогда, когда животное убито во время отдыха. Если же за ним долго охотились и оно много пробежало, мясо его становится несъедобным. И вот по отвратительному вкусу нашего жаркова я могу заключить, что это животное, да и вообще все стадо примчалось издалека». «Вы в этом уверены?» спросил Гленнерван. «Совершенно какое же происшествие? Какое явление природы могло так напугать этих животных и выгнать их из логова, где им надлежало бы теперь спокойно спать?» «На это, дорогой Гленнерван, я не в состоянии вам ответить. Поверьте мне, не стоит искать дальнейших объяснений, а давайте лучше спать. Что касается меня, то я просто умираю от желания уснуть. Ну как, будем спать, майор?» «Будем спать, Паганель». Подбросили топливо в очаг и каждый завернулся в свое пончо. Вскоре раздался богатырский разнозвучный храп. Причем громче всего выделялся среди этого гармоничного оркестра бас ученого-географа. Один Гленнерван не сомкнул глаз. Его томило какое-то смутное беспокойство. Мысли его невольно возвращались к этому стаду Гуанако в необъяснимом ужасе, мчавшемуся в одном общем направлении. Их не могли преследовать хищные звери, но такого сатехищных зверей почти нет, а охотников и того меньше. Что же пробудило в Гуанако этот ужас, погнавший их к пропастью Мантуко? Гленнерван предчувствовал надвигающуюся опасность, однако под влиянием полудремоты мысли его приняли другое направление и тревога сменилась надеждой. Завтра он со своими спутниками очутится у подошвы Кордильер. Там начнутся настоящие поиски капитана Гранта и, быть может, они вскоре увенчаются успехом. Он мечтал о том, как будут освобождены от тяжкого плена капитан Грант и два его матроса. Картины одна за другой проносились в его воображении. Порой его отвлекало от них потрескивание искорки, взлетавшей над очагом, или яркая вспышка пламени, освещавшая лица воспавших товарищей и бросавшая беглые тени на стены казучи. Но потом его с еще большей силой стали томить предчувствия. Он полубессознательно прислушивался к доносившимся извне звукам объяснить происхождение которых среди этих пустынных вершин было трудно. Ему почудились отдаленные глухие угрожающие раскаты, похожие на раскаты грома, но неслись они не с неба. Видимо, это была гроза, бушевавшая где-то по склонам гор на несколько тысяч футов ниже. Гленнервану захотелось убедиться в этом, и он вышел из казучи. Сходила луна, воздух был прозрачен и неподвижен, ни одного облачка, ни вверху, ни внизу. Кое-где вулкана Антуку. Ни грозы, ни молний, тысячи звезд сверкали на небе, а между тем раскаты не умолкали. Казалось, они приближались, катясь по кордильерам. Гленнерван вернулся в казучу, охваченный еще большим беспокойством. Он ломал себе голову над тем, что могло быть общего между этими подземными раскатами и бегством к Гуанако, уж не являлось ли одно следствием другого. Он взглянул на часы, было два часа ночи. Не имея уверенности в том, что действительно надвигается какая-то опасность, он не разбудил своих утомленных товарищей, спавших мертвым сном, и сам впал в тяжелую дремоту, продлившуюся несколько часов. Вдруг ужасающий грохот разом поднял его на ноги. Это был оглушительный шум, похожий на грохот бесконечного множества повозок, везущих по гулкой мостовой ящики с артиллерийскими снарядами. Гленнер вон почувствовал, что почва уходит из-под его ног. Казуча заколебалась, и в стенах ее появились расщелины. Тревога! крикнул он. Спутники его мгновенно проснулись. Все они, сбившись в беспорядочную кучу, уже катились вниз по крутому склону горы. В лучах рассвета их глазам открылась страшная картина. Вид гор внезапно изменился, они стали ниже, их остроконечные вершины, качаясь, исчезали, словно проваливались в какие-то люки. Происходило явление, свойственное кардильерам. Горный кряж в несколько миль шириной целиком перемещался, катясь к равнине. «Землетрясение!» крикнул Паганель. Географ не ошибся. Это было одно из стихийных бедствий, обычных на гористой границе Чили. В течение 14 лет копиапу был дважды уничтожен, а Сент-Ягу разрушен 4 раза. Эта часть земного шара особенно подвержена действию подземного огня, а вулканы этой горной цепи сравнительно недавнего происхождения представляют собой недостаточные клапаны для беспрепятственного выхода подземных паров и газов. Отсюда эти непрекращающиеся сотрясения на местном наречии Трамблорес. Горное плато с семью ошеломленными, охваченными ужасом людьми, вцепившимися в росшие кругом лишайники, катилось вниз с быстротой курьерского поезда, то есть 50 миль в час. Нельзя было не только пытаться убежать или задержаться, но даже крикнуть. Подземный гул, грохот сталкивающихся гранитных и базальтовых скал, облака снежной пыли делали какое-либо общение невозможным, раз слышать друг друга было немыслимо. Кряш то спускался без толчков и тряски, то словно судно в бурном море подвергался келевой и боковой качке. Он проносился мимо пропасти и бросая в них глыбы горных пород, выкорчевывал вековые деревья и, подобно гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Трудно даже представить себе всю мощь это огромной массы в миллиарды тонн весом, мчащейся со все возрастающей скоростью под уклон в 50 градусов. Никто из наших путников не мог определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Никто из них не осмелился бы подумать о том, в какую пропасть предстояло этой громаде свергнуться. Никто не мог бы сказать, все ли они еще живы, или кто-нибудь уже лежит распростертый на дне какой-нибудь пропасти. Задыхаясь от быстроты, с которой они неслись, окоченевшие от ледяного ветра, ослепленные снежным вихрем, они едва переводили дыхание, обессиленные, почти безжизненные, и только могучий инстинкт самосохранения заставлял их цепляться за скалы. Вдруг толчок невероятной силы оторвал их от скользящего острова, и они покатились по последним уступам гор. Плато, на котором они неслись, резко остановилось. В течение нескольких минут никто не пошевельнулся. Наконец один поднялся. Оглушенный толчком он все-таки твердо держался на ногах. То был майор. Отряхнув ослеплявшую его пыль, он оглянулся. Вокруг него один на другом неподвижно лежали его спутники. Майор пересчитал их. Все, за исключением одного, были распростерты на земле. Не хватало Роберта Гранта. Продолжение следует. Спасибо, что послушали. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку. «История о песнях»